Где берет свое начало великая русская литература, которая оказала огромное влияние и на формирование народа России, и на мировую культуру? Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий более 1150 лет назад создавали славянскую азбуку. И это главное дело их жизни дало настоящий старт развитию нашей письменности. Доброй традицией в нашем городе стал крестный ход от Свято-Успенского храма до театральной площади. Более 500 человек приняли участие в этом торжественном шествии. Это были священнослужители, прихожане, казаки, учащиеся и студенты, активные общественники. После проведения молебна на театральной площади отец Максим, благочинный церквей Славянского округа, обратился к собравшимся. С появлением славянского языка народ Божий мог узнать Писание, мог жить по святым заповедям Божьим. И, не зря, наверное, наша Родина именовалась Русью Святой. Глава Славянского района Роман Сенеговский в своем выступлении подчеркнул, что День славянской письменности и культуры – это церковно-гражданский праздник, когда мы вспоминаем общие корни славянских культур. Мы с благодарностью чьим память братьев Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую азбуку, дали нашим предкам возможность общаться друг с другом, стремиться к просвещению, читать и создавать великие источники знаний. На Кубани в нашем районе немало делается для сохранения культурных традиций и обычаев славян. Лучшие творческие коллективы порадовали собравшихся своим искусством. Все, кто принял участие в праздновании, пришли сюда, как говорится, по зову сердца, потому что им дорог этот праздник. Казачество всегда чтило, чтит и будет чтить обычаи, традиции нашей православной Руси. И приобретение родного языка – это, наверное, самое главное достижение, без которого нет ни государства, нет ни общества. Это праздник всех славянцев, которые прошли крестным ходом до Центральной площади. Это праздник тех, кто встречался с владыкой Новороссийским и Геленджикским феогностом, который благословил все это торжество. И, конечно, филологи, преподаватели русского языка, студенты, они больше всех рады этому празднику, потому что это и наше прошлое, и наше настоящее, и наше прекрасное будущее. Это наше достояние, наша культура. То, без чего мы, русские люди, жить не можем. Да, наверное, не только русские, а весь мир. То, на чем основываются все наши традиции, наша культура, наше искусство. Большой интерес у славянцев вызвала выставка книг и предметов декоративно-прикладного искусства от местных мастеров, которая была проведена в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо.